Сербию, Польшу и Узбекистан посетит в ближайшее время председатель КНРС Зиньпин. Китайский лидер отправится в международное турне уже в пятницу. Эксперты возлагают большие надежды на эту поездку и говорят, что она свидетельствует о том, что Китай высоко ценит отношения с Европой и Центральной Азией, а также с каждой из этих стран. Обсуждать на встречах на высшем уровне планируют двустороннее сотрудничество в экономике, торговле, производстве, финансах и других сферах, а также развитие китайско-европейских и евразийских отношений в целом. В конце следующей недели в Ташкенте Си Цзиньпин примет участие в саммите Шанхайской Организации Сотрудничества. Как рассказал на пресс-конференции помощник министра иностранных дел Китая, КНР надеется, что на саммите будут достигнуты успехи в деле расширения ШОС. Сторона прилагает усилия для реализации договоренностей, достигнутых в Уфе, чтобы вместе со всеми странами бегать расширение Шанхайской Организации Сотрудничества. Мы надеемся, что на нынешнем саммите в Ташкенте будут достигнуты важные подвижки по этому вопросу. С присоединением Индии, Пакистана и других новых членов Шанхайская Организация Сотрудничества вступит в новый этап развития. Мы верим, что все государства-члены ШОС, государства-наблюдатели и партнеры по диалогу будут прилагать совместные усилия для непрерывного развития сотрудничества во всех сферах во благо народов наших стран. Ли Хойлай также отметил, что в Китае уделяют большое внимание визиту президента России Владимира Путина в Китай, который состоится уже в этом месяце. Он рассказал, что на это время запланированы консультации по повышенным вопросам и подписание целого ряда соглашений. По словам Ли Хойлая, визит российского лидера сыграет важную роль в развитии отношений всестороннего стратегического партнерства между двумя странами и укреплении практического сотрудничества во всех областях.